Ну что ж, друзья, пришло время рассказать о самом страшном секрете ислама. Давайте его покритикуем и назовем вещи своими именами, даже если они не очень приятные для мусульман. Уже очень давно зрители канала просят меня рассказать о самом страшном секрете этой религии. Он найден и он шокирует. Воу, 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 спокойнее. С чего вдруг так все напряглись? Особенно мусульмане. Разве вы не такие же люди, как все остальные? Разве о вашей религии нельзя говорить так же, как вы говорите о других религиях? Мы же честные. Мы за правду. А значит, ровно столько, сколько у вас право говорить и критиковать другие религии, ровно столько же прав судить об исламе и о мусульманах у других людей. Загирнайк неоднократно публично бросает вызов христианам, заявляя, что если кто-либо приведет ему конкретный пример из Библии, где Иисус лично говорит о том, что он Бог, то он примет христианство. Не нужно никому напрягаться, пугаться и нервничать. Все хорошо. Это же разумные люди, а не чудовище. Ведь так? Расслабьтесь. Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Здесь называют вещи своими именами и ничего не боятся. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление невежеству и злу. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, перейдите по ссылкам под этим видео и подпишитесь на мой телеграм-канал, где публикуется то, что нельзя публиковать в Ютюбе, а также на мой Инстаграм и Фейсбук. Обязательно подписка на канал, лайк, нажмите колокольчик и досмотрите это видео до конца, ведь под конец я припас для вас самое интересное. Пожестим! У меня есть план. Я собираюсь создать собственную религию и намереваюсь ее распространить, в том числе и на земле, где сейчас проживают мусульмане. Мне все равно, во что сейчас все эти еретики и язычники там верят. Просто неинтересно. Моя религия важнее и праведнее. И если кто-то не захочет ее принимать на прекрасных теплых землях, где проживают сейчас мусульмане, я приду к ним с войском и войной. И они все равно примут мою новую религию. Ведь именно я на самом деле истинный последний и правильный пророк. Если ты поступишь так, Петр, придешь к людям с войной ради своей религии, ты будешь мерзавцем. Так делать нельзя. Такой человек не может представлять доброго Бога, а его религия столь же жестока и неправильна, как и он сам. Так скажут умные люди. Да неужели? И почему же я не могу так поступить? Ведь именно так поступил главный пророк ислама Магомед. Да-да, вы не ослышались? Именно он, как оказалось. Магомед, помимо всего, был полководцем. Общее число походов и битв, в которых он участвовал, 27. Помимо этого известно об 11 нападениях на караваны, обеспечивающих жизнедеятельность многих городов, не принявших ислам. Таким образом, Магомед намеровался подорвать экономику мест, где его не ждали, дабы склонить тамошних жителей к подчинению. Ничего не напоминает, мы разрушим инфраструктуру и экономику ради того, чтобы нам пошли на уступки и нас приняли. Прям один в один. Так ведут себя не пророки, так ведут себя диктаторы. У меня один вопрос к вам, разумные, добрые, думающие люди. Не важно, мусульмане вы или атеисты, христиане или буддисты. Ответьте, имеет ли право насаждаться какая-либо религия через грабеж и смерть, через страх и давление? Можно ли считать религию, насаждающуюся через подобные действия, приемлемой, адекватной, нормальной и хорошей? Все думающие люди знают ответ на этот вопрос. Важно понять, насколько внутри ислама люди свободны, насколько они способны анализировать себя и недостатки собственной религии, среди которых, быть может, есть и поступки пророка Магомета, и действия Аллаха, и строки, начертанные в Коране. Если мусульмане считают, что все, из чего состоит ислам, это совершенная и абсолютная правда, именно так можно предположить, ведь они крайне чувствительны к данному вопросу, значит ли это, что ту же схему, которая была использована Магометом в насаждении веры, могут использовать и другие? Ведь это логично и правильно. Так повелел один бог одному пророку, так может повелеть другой бог и другому пророку. И мусульмане должны понять и принять это, ведь или мы честные по отношению ко всем, или никому, или мы такие же, как все остальные, или мы все-таки более правы, чем остальные, более умны, выше, праведнее, а остальные, конечно же, заблуждаются. Многие мусульмане считают себя именно такими. Свидетельство этого можно встретить всюду, и в частности, в комментариях под моими видео, где написано, «Только в Коране истина, только Всевышний Аллах на что-то там имеет право» и так далее. Как только ты смеешь оспорить это мнение, тут же сыплются проклятия, а также предложения вступить в диалог на этот счет. Жаль, те, кто подобное предлагает, не понимают, что мне наплевать, кто что думает по этому поводу, кроме меня. В этой прекрасной, чудесной вселенной есть всего два мнения. Мое и неправильное. И, кстати, друзья мои, каждый из вас может считать точно так же. Корни такого отношения мусульман киноверцам известны. Они, конечно же, идут от Магомета, который до того, как в 40 лет начать проповедовать, был ханифом. Ханифизм – форма монотеизма, на которую больше всего повлияли иудаизм и христианство. Именно поэтому мы видим в исламе с одной стороны иудейского пророка Авраама, который почему-то Ибрагим, а с другой стороны Иисуса, который почему-то и сам. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного, еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина, и скрыл его в песке. Иудаизм – еще одна религия, где можно убивать и при этом быть праведным пророком, где есть один избранный народ, религия, а все остальные гои, ну или, как это в исламе, каферы. Нетерпимость к тем, кто думает иначе в религиозном смысле, и смеет об этом высказываться в исламе от бога авраамических религий, бога, веря в которого можно убивать и воровать, при этом оставаясь великим пророком. А че, так можно было, что ли? О да, так можно было. Всего один человек, или бог, или пророк, мне все равно, кто он, не сыграл в эту игру и своими руками никого не убивал, не воровал, погиб на кресте в попытке насадить свою религию. Слышите, не явился к кому-то с армией, не убивал младенцев, а выбрал собственную погибель. Именно поэтому, Христос, ты всех так бесишь. Именно поэтому, они так вертятся, как черти на сковородке, ведь ни один их пророк так не смог. Повторяю, для альтернативно одаренных, я это говорю, будучи очень далеким от христианства. Ислам, друзья мои, это иудаизм на максималках, ну или иудаизм, это ислам на минималках. Это не важно, важно лишь то, что существует бог, или боги, которые не против в вашей агрессивности, убийств, воровства и разорения в вопросах насаждения веры. То есть, вы можете пользоваться этим принципом, использовать силу и кровопролитие, неся свое слово и веру, в том числе и на исламские земли, в общество мусульман. Если вы окажетесь сильнее и многочисленнее в каком-то конкретном селении, что вполне возможно, спустя какое-то время вас никто не осудит, вы станете прекрасным пророком, которого нужно наследовать и слушаться. Я не являюсь критиком ислама, я являюсь критиком всех религий, где человек должен выплясывать перед богами или какими-то другими сущностями, чтобы получить от них счастье или вечную жизнь. Неужели ни то, ни другое невозможно без них? Ответ, конечно же, возможно. Назовите хоть одну богатую страну, где беспрекословно следуют Корану и почитают во всем ислам. Таких стран нет, где царит ортодоксальный ислам, там все плохо. Назовите мне богатые и процветающие страны, где ислам слабеет, куда приходят цивилизационные нормы. Таких стран полно. Здесь важно сделать многозначительную паузу, так как настало время озвучить самый страшный секрет ислама. Дело в том, что ислам пал, ислам полностью рухнул и, как и многие другие религии, для него начался отсчет времени, когда он полностью исчезнет. И я не хочу этого. Суть не в этом. Суть в правде. Катар пал, как и его жители, ведь свобода и красота, а также сиськи побеждают. В Объединенных Арабских Эмиратах снимают порно, процветает проституция, в Иране женщины их за это убивали. Мужчины их поддерживают, толпа скандирует аят Аллах умри. Но больше всего поразила Саудовская Аравия, центр мирового ислама. Вы об этом не знаете, однако раз в год в Саудовской Аравии вот уже второй год в подряд происходит фестиваль современной популярной музыки. Фестиваль носит стилизованное название Middle Beast. Ну как Middle East Средний Восток, только Middle Beast что-то вроде Среднее так. В мире нет фестиваля, который был бы масштабнее по организации виду и именам артистов, которые туда приезжают. Саудовский принц лично занимается этим фестивалем, так как хочет повысить благодаря этому мероприятию туристическую привлекательность своей страны. Теперь женщины и мужчины не разделены на массовых мероприятиях. И в частности на этом фестивале они проводили время вместе. Но важно другое. У меня есть знакомые, которые были там на этом фестивале. То, что там творилось, невозможно описать словами. Огромное количество народу напилось, нажралось наркотиков, сотни случаев, когда был передоз и ртом пошла пена. К несчастным девушкам, некоторые из которых приехали из других стран, приставали сотнями, лапали и харасили всеми возможными способами. Кокос сыпался словно мука из элеватора. Творилось полное вакханалие. Помимо этого, религиозная полиция больше не имеет в Саудовской Аравии такой власти, как раньше, так как страна взяла курс на светскость. Недалеко то время, когда на Мидлбист будет приезжать больше людей, чем на Хадж. О нет, мне совсем это не нравится. Считаю, что можно быть светской страной и при этом не превращаться в зверей, как только тебе дали немножко больше свободы, чем раньше. Я просто констатирую тот факт, что ислам пал, как и все остальные религии. Разложение началось и будет лишь нарастать. Европейская экспансия мусульман в Европу проиграла по темпам либеральной экспансии в исламский мир. Мусульмане Европы и США это все-таки больше европейцы и американцы нежели мусульмане. И этот процесс не остановить. И это плохо. Потому как высказывание все, что не запрещено законом разрешено человек воспринимает слишком буквально как некое руководство к действию. Не как возможность, а как необходимость обязательно сделать то, что раньше было делать нельзя, превращаясь в зверя или даже в чудовище. Вот вам и Middle Beast совпадение? Не знаю. Может быть и совпадение. В заключении о самом важном. Почему так происходит? Почему все религии рушатся, как и следует сказать, хорошее внутри них? Ответ прост. Коран, Новый Завет, Талмуд, Тибетская Книга Мертвых. Все эти труды писались, чтобы быть прикладными относительно того времени, тех реалий, знаний и событий. Пытаться информацию, которой порой несколько тысяч лет, применить к умам современных людей и современной действительности могут лишь конченые полные идиоты. Мы же не лечим сейчас болезни, как раньше ртутью, мышьяком и молочными клизмами. Однако, человеческого разума и духа эта логика почему-то не касается, и это дико. Современному человечеству необходимы новые пророки, новые проповедники и новая религия, способная всех объединить. Не волнуйтесь и не торопитесь, вскоре все появится, все будет, процесс уже начат. И не нужно везде видеть антихристов, шайтанов и лжепророков, о которых писали в святых писаниях «Да покарает тебя Всевышний, как мне писали не раз». Помните, когда-то Магомед, Христос, Моисей и Будда тоже для кого-то были лжепророками. Уважаемые друзья, подписчики и постоянные зрители канала, которые знают, что меня не было на канале и моих видео около года. Все прекрасно понимают, с какими событиями это связано. Сейчас я планирую вернуться полноценно на канал, выпускать много видео. Именно поэтому, друзья мои, мне так или иначе нужна ваша поддержка. можете разными способами поддержать канал. Во-первых, вы можете приобрести мои книги. Помимо этого, вы можете поддержать канал через Patreon, через функцию спонсорства на канале. Вы, в конце концов, можете досматривать видео до конца. Это тоже весьма хорошая поддержка. прежде всего, вы можете помочь таким образом. В 1781 году немецкий врач Франц Антон Мессмер публикует научный доклад об открытии жизненного магнетизма, который в будущем вследствие неправильного перевода будут называть животным. Впервые в истории в данном докладе на научном уровне идет речь об элементе, который является тем необходимым, чего недостает для того, чтобы в жизни человека произошло то, чего он хочет. Как утверждал сам Мессмер, элемент позволяет человеку стать счастливым, излечиться от многих болезней, практически от всех, и привлечь в жизнь то, чего желает человек. Многие аферисты говорят о законе притяжения, даже не зная, что корни этого понятия тянутся именно к Францу Антону Мессмеру в науку. Магнетизм магнит, притягивание того, что хочешь. Однако с годами из-за желания все упрощать правда об этом важнейшем для человека секрете была утеряна. Вы слышали об энергии Чи наверняка или быть может о пране, быть может о мане, небесной или о харизме и удаче, которые преследуют многих людей. Когда-то все это не было загадкой, а даже частью науки и каждый, если того захочет, мог это получить. Современные исследования в области нейрофизиологии, а также открытия, совершенные в последние годы, доказывают слова Мессмера о том, что элемент существует. Это наука, которая вскоре будет всюду. Не верите мне, поверьте, Джиму Керри. Сейчас я предлагаю всем смелым людям, знающим, чего они хотят, присоединиться к онлайн-курсу, который будет длиться 48 дней в общей группе или же столько, сколько вы захотите самостоятельно. У вас будет свободный доступ к 8 видео длительностью от 15 до 30 минут, максимально информативным и практическим. Никакой воды и размышлений на тему, только реальная практика. Многие из тех, кто проходил пробный курс, в первый раз уже знают, насколько это эффективно. Далее внизу под этим видео в группе будут детали о самом курсе и об условиях. Добро пожаловать на курс по накоплению элемента. Все средства от продажи онлайн-курса пойдут на съемку документального фильма под названием элемент. Если вы, друзья, мы и посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление злу и неправде, которые не хотят вас отпускать. Спасибо, что досмотрели видео до конца в следующий раз и, быть может, даже больше, чем остальным достанется буддизму. Ох, и чепушилы. Я вслух это сказал, простите. Всего хорошего, друзья, всем добра, да пребудет с вами сила источника. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok